начинаем сегодня такой мастер-класс мини мастер-класс не длинный под условным названием от линейного рисунка к анатомической светотени для чего это надо ну прежде всего для того чтобы перейти более сложным задачам в изобразительном искусстве для тех кому уже немножко поднадоели натюрморты кто хочет чего-то более сложного хочет изображать человека из изображать натуру вот для этих студентов для этих людей предназначен этот мастер-класс он не сложный но очень важный этап для понимания того как двигаться дальше ну давайте начнем в процессе я вам расскажу и уточню все детали нам понадобится линейный рисунок ваш или чей-то линейный рисунок лучи ваши цвета будет линейный рисунок который вы превратите в более подробный анатомический рисунок для использования в дальнейшем в живописи в композиции и так далее вот у меня есть формата а4 рисунок это не мой рисунок это линейный рисунок сделала но очень очень выразительный очень хороший но в чем проблема натура долго не позирует и как правило через минут десять вот мы делаем такие быстрые зарисовки натура меняет позу вот но у нас задача нам надо более подробно подробно изучить вот это вот светотень для дальнейшей работы дать более подробную информацию поэтому вот это ксерокопия это даже не сам рисунок лены ну это ни к чему просто как бы можно конечно и оригинал детализировать но в данном случае это ксерокс формата а4 значит что нам для этого надо для этого нам надо знать элементарные законы построения человеческого тела воспринимать его не просто как как такой эффектный рисунок зарисовка с эмоциями и так далее помимо эмоции нам надо показать конструкцию человек для того чтобы в дальнейшем можно было уже с помощью красок дать его внести его в какую-то композицию и тогда у нас уже будет более интересные можно будет выполнять более интересные задачи вот смотрите линия хорошая где-то мы ее я в данном случае делаю это обычной шариковой ручкой можно делать карандашом можно делать лайнером так называемым специальный такой карандашик который используют архитектор и ну и художники тоже своих зарисовках используют лайнер вот он с металлическим стержнем у него такой наконечник металлический и он дает очень ровную четкую линию вот я смотрю и прежде всего для себя выясняю откуда идет цвет цвет он у нас идет справа то вот судя по освещенности здесь у нас основная тень вот на спине видно как тень проходит вот по бедру можно судить по ногам понятно что свет идет справа ну как правило у нас идет справа и сверху вот ну и мы стараемся как бы особенно последнее время стараемся все это еще и повыше сделать потому что вот такое освещение она использовалась старыми мастерами когда свет идет одновременно допустим справа или слева вот и сверху и почти что вот сверху такое божественное освещение как в церквах вы можете наблюдать сверху купол прозрачный и вот падает свет на объект на людей это всегда очень мистически очень интересно смотрится вот ну что я делаю тут конечно эмоционально все очень хорошо изображено у лены очень классно но мне надо выдать подробности как вот шея входит в торс где-то какие-то маленькие погрешности если есть я их подправляю по своему усмотрению лена мне доверяет она говорит что она уже не может без без моих набросков которые я как бы довожу до ума вот причем вам не нужны прямо какие-то сверх знания по анатомии но элементарно элементарно вы конечно должны понимать строение черепа руки там и так далее ну есть для этого очень простые студии по за по изображению в нашей техники blade and socks есть такой мастер-класс по изображению черепа человека и руки человека поэтому тоже можете это использовать ну и используйте конечно любые анатомические учебники хорошие например того же бамиса вот это очень наверно один из лучших учебников вот пройдите эти студии и вы как бы обладая даже минимальными знаниями по анатомии сможете главное поставить перед собой цель что эта конструкция вот и мы также как в натюрмортах мы там от простых предметов шли к более сложным каким каким-то формам да мы учились изображать цилиндр призму куб и потом уже в натюрморке какие-то более сложные горшки там вазы и так далее вот но человека тоже можно разбить на простые геометрические формы то есть рука предплечье плечо это цилиндры которые между собой пересекаются и на каких-то шарнирах да вот там локтевой суставчик как входит предплечье как соединяется с плечом вот вот это пластика чтобы у вас было не ватное изображение человека ашу была конструкция как вот это вот кисть где она вот сломалась условно сломалась и перешла вот в запястье вот как это все происходит вот ли она очень выразительно здесь вот она сделала под ладони вот эту вот теньку и только чуть-чуть и и усиливаю ничего особенного в принципе не делаю мне надо вот эту вот голову вот этот шар головы сделать более объемным более подробную сделать светотень поэтому я начинаю полутон идти по полутону как бы делаю объем более подробный чем он есть просто в линейном рисунке то же самое делаю с шеей то здесь просто такая контрастная светотень свет и тень все больше ничего нет а я делаю такой плавный переход с помощью вот материала такого обычная шариковая ручка почему шариковая ручка мне нравится потому что дает тонкую линию очень вот без всяких заморочек и вот на такой бумаге которая на ксероксе применяется она такая немножко глянцевая как бы это оправданно дальше то что не успел сделать художник допустим при быстром изображении линейного рисунка натура уходит быстро не может долго сидеть в какой-то сложной позе вот поэтому какие-то моменты пропущены вот допустим я предполагаю что можно наметить от сережки тень такую вот то есть на цилиндре я опускаю теньку такую бросаю и вот как расположиться тень от такой вот сережки как она вот на цилиндре я уже работаю по воображению и тут мы приходим к тому что мы вспоминаем какие вообще есть виды рисования вот есть рисование с натуры вот то что сделала елена да она изобразила с натуры красивую девушку вот а я уже рисую по воображению это другой вид творчества но он тоже очень важен научиться по воображению работать это тоже очень важно можно по памяти рисовать по воображению можно придумывать какие-то формы но это уже другие задачи данном случае как бы ну я тоже рисовал это наша творчество поэтому я ее тоже знаю как бы эту натуру и тоже подключаю зрительную память вот красивое спортивное тело у девушки и вот я вот сверху вниз вот так вот вот этот объемчик начинаю лепить более подробно штрих самый разный самый разнообразный штрих использую вот но стараюсь работать поперек формы то есть если это спина то есть я примерно понимаю где вот центральная линия проходит как она идет вот по позвоночнику какая может быть светотень вот как она распределяется далее на ягодичные мышцы где-то что-то уточняю и как бы не жалко потому что это всего лишь ксерокопия и вы легко можете сделать ксерокопию своего рисунка а потом уже потренироваться и поработать в доведении в доведении своего рисунка до более таких детальных вещей вот крестец да то есть мы хотя бы элементарно должны понимать как там проходит распределение светотени по от позвоночника к кресту и на ягодичные мышцы вот такой рефлекс допустим сильный нам не нужен я вы немножко сейчас перетушу и вот иду леплю как бы линии в разные стороны леплю объем вот все время немножко отстраняемся и смотрим как это будет все выглядеть издали для этого надо чуть-чуть отстраниться от рисунка прищуриться для того для чего для того чтобы мы видели общую светотень общий свет и общую тень вот если я это увижу и сумею передать вот в этом рисунке исправленном дополненном исправленном дополненном вот тогда и лени когда она перейдет уже возьмет этот рисунок вот и начнет живописную работу у нее будет как бы такой такая схема работы уже дальнейшая более подробно это как план действий объемчик объемчик в разные стороны ну как бы у вас тут нет права на ошибку потому что если вы работаете таким материалом вы ничего стереть не можете пластиком и это хорошо вот вы лучше потренируете сделаете там допустим какие-то ошибки вот но в дальнейшем у вас будет все более и более совершенствоваться техника вашего рисунка вот вы будете возвращаться рисовать отдельно какие-то части тела прорабатывать прорабатывать законы перспективы вот вот очень важно чтобы вы понимали что эта конструкция да и вот этот вот торс мне надо посадить на вот тазовую часть и понять вот в какую сторону цилиндр ноги он расположен плоскостно к нам или вот на нас идет нога то есть коленка ближе к нам или нет но судя по тому как лена наметила очень хорошо одевать допустим какие-то повязочки или вот чулочки нам всегда подсказывают потому что если мы возьмем сделаем разрез такой мысленно сделаем разрез по ноге вот цилиндр ноги и мы делаем разрез то вот я вам показываю как овальчики пойдут тогда вот так вот овальчики идут и я понимаю что вот эта нога идет к нам коленка вот ближе к нам вот если было бы в другую сторону значит от нас бы шла нога а вот так мы создаем иллюзию того что идет на нас нога это тоже очень важно чтобы мы это уяснили уточнили и сделали вот иллюзию потому что в принципе сам вот этот рисунок рисунок на бумаге который создает иллюзию объемного тела это же это же иллюзия на самом деле бумага то плоская вот и вот я делаю более подробную допустим по груди пройтись выйти на полутон каждый последний последующий слой допустим она будет более легкое прикосновение вот таким образом создается объем то есть вот грудь как объемные вот такие вот лена любит называть это холмы вот вот здесь я прошелся по краю для того чтобы сделать закругляющий полутон для того чтобы торс у нас тоже был объемный вот он не должен быть плоский несмотря на то что свет падает сюда и мы вот рассуждаем где он будет наиболее сильный свет упадет но там где он ближе всего к источнику света вот это вот площадочка плеча вот вот здесь он будет по-видимому наиболее светлый но здесь не хватает когда полутона цилиндра плеча и вот этот полутончик я тоже намечаю для того чтобы было понятно как у нас проходит свет вот эту площадочку для себя я определяю как самую светлую все остальное пойдет уже на скользящий свет и вот здесь допустим скользящий свет здесь тоже как бы я мысленно делаю разрез вот потому что сам торс можно представить тоже как цилиндр но как бы более сложной формы вот и вот то что дальше уже от источника света то будет более более приглушённо по тону очень хорошо наблюдать это допустим в рисунках рембрандта вот мы его знаем как живописца в основном но если вам удастся где-то найти в хорошем качестве рисунки рембрандта там совершенно потрясающе видно какой линии он работал в разные стороны вот как лепил форму это он делал то к чему мы вас сейчас призываем прежде чем сделать какую-то большую работу он должен был понять вот как как сейчас современным языком говорят для того чтобы какую-то проблему понять надо ее проговорить вот грубо говоря мы ее проговариваем проговариваем нашу проблему написание человека в красивые светотени и так далее от простого линейного рисунка еще раз напоминаю к такой более сложной анатомической форме вот и мы все время рассуждаем свет пошел раз появился и попал уже пошла вот судя по этой линии пошел более темный полутон вот и вот здесь тоже в разные стороны работаю с разной силой нажима но видите я не штрихую вертикальные линии потому что они не подчеркнут объем тела а подчеркнут объем тела именно поперек штрих который идет поперек поперек торсах ну кроме всего прочего вы как бы тренируете свое воображение вот и в дальнейшем сможете сделать какие-то допустим эскизы какие-то заготовки зарисовки уже при помощи просто своего воображения вот уже пройдя там несколько раз допустим такой рисунок анатомически вот ну конечно же мы время от времени используем студии надо много нарисовать тот же череп было очень полезно например я когда делал этот мастер-класс по изображению черепа именно вот маслом масляной нашей техники bled in socks сделать оказалось очень интересным сделать череп и руку потому что ты пальчиками как бы трогаешь идешь по светотени вот и потом все это на кончиках пальцев остается вот эта память ваша лепим видите здесь бедро она попала на территорию света вот проявилась но тем не менее он она не такое яркое как здесь как плечо которое ближе к источнику света вот и вот как бы в разную сторону вот этими линиями мы лепим лепим эту форму как скульптор лепит свою свою скульптурную композицию а мы вот с помощью линии работаем но вот эта рука смотрите она она же не может быть по тону одинаково даже все но есть так на самом деле в натуре а мы возьмем немножко притушим вот просто как бы таким сплошным линейным штрихом такая информация второстепенная первостепенная информация от чтобы показать что это правое плечо ближе к зрителю вот мы притушим вот это левое плечо это тоже приходит вот когда начинаешь работать приходит понимание где притушить а где с акцентировать вот где сделать форты где сделать пьяно здесь я не делаю объем специально просто обычным штрихом под одним углом просто чтобы сделать линейно вот притушить вот и когда мы так делаем то получается выходит на передний план то что нам надо главное вот здесь допустим предплечье тоже хочется немножко притушить сильно объем там не выпендривать но немножко притушить потому что она дальше от нас вот тоже поперек формы но предплечье дальше чем плечо от нас вот здесь вот объем бицепса можно немножко дать такими как бы заливаем плоскостями почему так хорош в рубль почему это один из наших кумиров вот потому что он работал именно вот плоскостями почему так выразительно его живопись вообще кто хорошо делал подготовительные рисунки ну все как бы мастера делали предварительные эскизы и так далее ну как бы из наших кумиров это конечно фешен вот это рембрант у репина очень хорошие хорошая подготовительная графика учителей очень много можно найти и вы знаете иной раз подготовительные материалы интересней чем сама живопись бывает вот видите бедро тоже вот здесь тоже хочу акцентик сделать вот свет падает вот опять же вот сюда и видите более редкими более легким штрихом я подбираюсь вот такими плоскостями подбирая чтобы сделать объемчик вот здесь но с этой стороны будет закругляющий полутон принцип распределения светотени такой же как мы делаем в простых предметах как мы всегда изучали вот это свет тень полутон закругляющий полутон рефлекс вот основные элементы они всегда присутствуют или почти всегда присутствуют вот где-то что-то можно обобщить поэтому сплошным таким штрихом можем пройтись вот на теневую часть допустим бедра вот видите подошел к этому разрезу я не буду анатомически тут прорабатывать но я думаю что вы поняли эту мысль вот как вот если мы разрежем и продлим невидимую часть срез будет у цилиндра в виде овала вот он этот овальчик вот и он нам дает понять куда идет колено идет на нас здесь тоже кита второстепенные второстепенные моменты мы можем приглушить штрихом вот для того чтобы акцент сделать на на главных частях вот допустим икра больше освещена вот для того чтобы сделать ее более менее объемной давайте вот по пройдемся здесь по лодыжки дальше идем тянемся к коленке вот где-то здесь можем куда акцентик сделать даже усиление самой линии это тоже уже как бы вы даете понять себе делайте подсказочку такую что надо будет вот эту ногу развернуть развернуть вот в эту сторону то есть коленка к нам ближе вот поэтому линейна тоже вот усильте те моменты которые считаете нужными здесь уже видите ли она сделала полутончик наметила вот а мы его просто усилим потому что икра ну красивая икра тонкая лодыжка это все так усиливает эффект красивого женского тела наша задача показать красоту именно там где-то вот теньку более сплошную можно дать ну вот примерно вот так здесь вот косточку можно вот это показать лодыжка косточка какие-то случайные допустим светотеньку это случайно мы наоборот приглушаем потому что нам не нужно случайная светотень где-то она там выпендрилась то есть мы проговариваем опять же главные второстепенные моменты вот даже вот в ноге вот пяточку тоже более подробно полутончика добавляем вот где-то линию делаем не такой рваной где-то соединяем так как считаем нужным нам нужно цельное восприятие образа ну и вот как бы есть планы и в дальнейшем если вам понравится такой формат и в дальнейшем поработать с какими-то другими рисунками ну пока весь вот такой пробный шар как мы из линейного рисунка делаем анатомический рисунок вот вот такой короткий ролик мы мы для вас сделали спасибо за просмотр! Продолжение следует...